Девушки отдыхают Недетский бой между командами Forza, Москва и К-23 Алматы на карте D-Cobl Сегодня компания ID Software выпустила патч версии 1.4.2 для Quake 4 Обновление включает в себя несколько фишек, которые были опробованы в бета-версии 1.4 Например, оптимизация звукового и сетевого кода, конфигурируемый FPS, баланс оружия, Quifo TV и несколько других Недавно сыграно 1.8 финала FIFA 07 1 на 1 Еврокап 15 Из всех сыгранных матчей можно отметить выигрыш серебряного призера World Cyber Game 2007 Existence Delphine 1 Над доктором Живаго с общим счетом 10.4 И победу россиянина Павла Зоева, известного как Пав Джей Ки В рамках DreamHack тем временем завершилась одна из самых зрелищных дисциплин Counter-Strike Российские девчонки Мегаполис стали единственным российским представителем на DreamHack И подвести нашу державу на таком достойном турнире просто-напросто не могли себе позволить И хоть девчонки медалей высшего сорта Стенкопинга не увезли Третье место можно считать вполне достойным результатом и неплохой разминкой перед ESVC Первое и второе место за норвежскими командами После официального анонса со стороны US Army, который гласил о совместном сотрудничестве с Global Gaming Представители организации решили пойти еще дальше и представили на суд собственный проект под названием Army Gaming Championship Лига будет проводиться сразу по двум игровым категориям Это любимые нами PC-игры, а также различные консоли Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим стрельбу из снайперской винтовки АВП Прежде всего необходимо научиться быстро переключаться между пистолетом и этой смертоносной пушкой Для этого лучше всего в консоли для начала прописать Head Fast Witch 1 Главное при стрельбе из АВП неграмотное прицеливание, хотя оно безусловно важно, а позиция, которую вы заняли Стреляя с более удобной позиции, вы наверняка не промахнетесь А вашему сопернику будет чрезвычайно сложно в вас попасть Например, на Ацтеке, если вы охраняете мост за контров, скорее всего вы будете стрелять первым Если же промахнетесь, то используйте флешки для отхода на другую позицию Еще один важный момент Умение представить, где будет находиться цель Умение прицелиться до зума, то есть представлять, где бы находился прицел у АВП без зума, если бы был Не забывайте про команду Zoom Sensitivity Ratio, которая регулирует чувствительность мыши при зуме На этом все Мы, виртуальная школа, учитесь на пятерке пока бесплатно Разойдись Смотрите далее Компания Logitech представляет модернизированную лазерную мышь Logitech G5 И, конечно же, вас ждет недетский бой между командами Forze, Москва и К-23 Алматы на карте Д-Кобл Компания Logitech представляет модернизированную лазерную мышь Logitech G5 Изменился не только внешний вид мыши, но и добавилась вторая кнопка под большой палец, которая расширяет возможности геймера Инновационный подход в дизайне и необычное цветовое решение делает мышь неповторимой Ощущения от игры фантастические Все равно, что пересесть с отечественного авто на последнюю модель Ferrari Вес и балансировку этой новой Ferrari можно настроить под себя Конкурентов у новой модели Logitech G5 нет Новый суперкар от Logitech разгоняется до 2000 ДПИ и обеспечивает прохождение до 1000 операций в секунду Рекомендованная розничная цена в Европе и США – 70 долларов США Philips 190X5 выполнен в ультрасовременном тонком дизайне, в котором идеально сочетается черный лакированный пластик и матовый алюминий Конструкция монитора выполнена в лучших традициях мониторов А именно сам монитор крепится к массивной алюминиевой подставке, которая обеспечивает достаточно большой угол наклона Однако по изменению высоты дисплея придется забыть IQIT AV230 – собственно это жидкокристаллические очки, в которых вы можете смотреть видео, играть в карманную консоль или работать за мобильным компьютером Где бы вы ни находились – на улице, в общественном транспорте, в офисе или дома Современные технологии позволили создать действительно компактные и легкие жидкокристаллические очки, которые к тому же стоят вполне вменяемых денег, как хороший MP3-плеер MaxFire Libre Wireless G12 идеально подходит для управления игрой Благодаря радиочастотной беспроводной технологии вы можете играть на расстоянии до одного метра Даже если между вами и приемником находятся другие предметы, создающие помехи Эргономичная конструкция позволяет геймпад удобно лечь в руку MaxFire Libre Wireless G12 имеет также два канала для уменьшения помех от беспроводных устройств и светодиод индикации «Статус» Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами перенесемся в Казахстан, город Алматы Вы станете свидетелями боя за звание чемпиона турнира «Арбалет Мастерс-2007» между командами «Форзе» Москва и «К-23 Алматы» на карте «Де Кобл» Команда «Форзе» нам хорошо знакома по второму сезону чемпионата НПКЛ Мы в течение всего сезона наблюдали перерождение команды С последних мест за год клуб вошел в четверку лидеров по России и уверенно движется к первым позициям Плоды этого перерождения налицо Команда получила приглашение на участие в престижном закрытом чемпионате «Арбалет Мастерс» Состав команды Андрей Хома-Мироненко Возраст 17 лет Владимир Тарлунд-Переволодский Возраст 22 года Кирилл Пахмел-Бобрик Возраст 19 лет Виктор Моск-Москвин Возраст 22 года Борис Снук-Подвальщиков Возраст 21 год Их соперником в этом матче будет, пожалуй, самый титулованный на данный момент киберспортивный клуб в Казахстане КА-23 Их громкие победы говорят сами за себя Первое место на казахских отборочных КВЦГ 2005 Финалист ВЦГ 2005 в Сингапуре Финалист казахских отборочных КВЦГ в 2006 году Финалист Кубка «Арбалет» в 2007 И, наконец, победитель казахских отборочных КЕСВЦГ в 2007 году Состав команды Амаров Мумино Жандос Возраст 19 лет Кастаубаев Адреналин Даурен Возраст 17 лет Насыров Анвик Анвар Возраст 19 лет Макашев Киллер Михаил Возраст 20 лет И Яковлев Бист Александр Возраст 19 лет Обе команды бесспорно являются топовыми командами в своих странах После кругового этапа Форза и КА-23 занимают две верхние строчки таблицы А это значит, что именно им предстоит выяснить Кто же достоин носить звание чемпиона Арбалет Мастерс 2007 Все готово для начала матча И вот стартует первый раунд Форзы подходят вплотную к выходу на плент Б и ждут, пока игроки К-23 откидают все гранаты Алматинцы перегруппируются и на пленте Б остаются только двое Анвик и Киллер Форзы начинают выход на Б Хома убивает Киллера и сразу же Снуб отправляет отдыхать Анвика Плент свободен и москвичи в пятером занимают верхний парапет Со стороны плента А через Хелп подтягиваются Бист и Адреналин Мозг с парапета убивает Биста на выходе из Хелпа Адреналин с Мумино вдвоем разбираются со Слопом и Пахмелом в Хелпе Но на выходе их ждет Хома Он убивает Мумино А победный фраг Форзан приносит Мозг Все с того же парапета он убивает Адреналина В восьмом раунде при счете 3-4 в пользу москвичей Мозг остается один против троих алматинцев Прорывается на плент А и там убивает Биста Расправляется с Анвиком Ставит бомбу и, недолго думая, убивает и Киллера Отличные действия, Витя Счет становится 3-5 в пользу Форзы В последнем раунде первой половины Форзы стремительно атакуют плент А Но в считанные секунды они остаются вдвоем Троих москвичей убивают Адреналин с Мумино Ну а дальше Адреналина уже не остановить Сначала он убивает Снупа на выходе из отростка И, выхватив Дезерт Игл, вешает хэдшот по хмелу Великолепный последний раунд в исполнении Адреналина Первая половина матча заканчивается со счетом 9-6 в пользу К-23 Команды меняются сторонами И в свою первую атаку идут уже К-23 Они решают атаковать плент А Трое идут под мостом, двое через отросток Первые три фрага делают москвичи Минус Анвик, Киллер и Мумино Далее по фрагу от Биста и Адреналина Но их останавливают Снуп с похмелом 1-0 в пользу Форза При счете 5-4 в пользу Форза К-23 вынуждены провести экономический раунд Они равномерно продвигаются по всем направлениям Один перед выходом на Б, двое перед мостом Двое в отростке Адреналин в отростке убивает Хому и Зигла Еще фраг от Киллера, минус похмел А мозг в этот момент расправляется с Бистом Мозг делает еще фраг, минус Киллер Но его тут же останавливает Анвик Все из того же пистолета Глок Мумино в этот момент выходит на Б И убивает там в спину ничего не подозревающего Снупа Мумино подбирает АВП и делает из него последний фраг Минус Старлунд на А Великолепный экономический раунд в исполнении игроков К-23 Счет становится 5-5 В 12-м раунде игрок Форза Пахмел Показывает невероятное мастерство стрельбы Спрятавшись под мостом Он убивает троих алматинцев из Дезерт Игла хедшотами И, подобрав калашников, убивает еще и киллера У К-23 в живых остается только Бист Но его ликвидирует Арлунд 7-5 в пользу москвичей При счете 9-5 в пользу Форзе Мумино-1 занимает подход к пленту Б Остальные игроки К-23 медленно продвигаются к пленту А Хома у себя на респауне Стоит на ящике с АВП Оттуда он убивает киллера Тут же меняет позицию и встает на другой ящик Но там его убивает Адреналин Оставшись 2 на 3 Анвик с Мамино поднимаются с под моста Но там их уже встречают Мозг, Снук и Тарлунд По фрагу делают Мозг и Тарлунд И тем самым Приносят победу своей команде на карте Де Кобу Поздравляем, ребята из Форзе Матч был действительно напряженным Но собранность в игре и воля к победе Сделали свое дело Ну а ребятам из К-23 мы желаем новых достижений Ну и конечно же успешно выступить на ЕСВЦ Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И конечно новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз